медиагруппа авангард представляет друзья всем добрый вечер здравствуйте мы начинаем нашу трансляцию наш эфир ну и как всегда просим вас здесь в чате ютуба поставить плюсик написать комментарий а слышно ли нас видно ли нас готовы ли вы собственно говоря лицезреть происходящее я еще раз приветствую всех тех кто присоединился сейчас к нашему эфиру на часах чуть за 18.00 вы смотрите видео трансляцию онлайн викторины шифры победы меня зовут дмитрий казачинский я проведу для вас эту увлекательную игру давайте посмотрю что касается комментариев если они здесь на ю тубе пишите их обязательно вот можете передавать друг другу привет и рассказывать из каких городов вы нас смотрите из каких городов участвуете в нашей викторине в нашей игре конкурс шифры победы это часть большого проекта криптографический фронт виртуальный музей этот проект проводится фондом содействия развитию безопасных информационных технологий при поддержке фонда президентских грант конкурсы и наша сегодняшняя викторина они тесно связаны между собой но исходя из того что у них одни организаторы поэтому будьте готовы что знания которые вы могли подчеркнуть при сборе информации на портале память народа могут очень пригодится вам здесь в нашей игре с помощью этих знаний вы сможете достичь максимального количества возможных баллов и занять почетное первое место второе или третье тоже кстати очень почетно за правильный вопрос вы будете получать баллы ну а победители викторины будут награждены памятными призами очень надеемся что вам понравится и вы будете с нами в будущих онлайн викторинах пока игра не началась вот прямо сейчас еще не поздно привлечь ваших друзей в игру возможно они также вот участвуют в проекте возможно просто любознательные вот им нравится шифрование нравится разбираться в секретах отсылайте им просто ссылку вот на эту youtube трансляцию и тогда они смогут принять участие в нашей викторине в нашей игре это бесплатно это не сложно достаточно смотреть трансляцию ну и на каком-то девайсе например на телефоне играть все максимально просто или же есть еще один вариант вы в одном окне компьютера либо ноутбука здесь не суть смотрите видео ну а рядом открывает еще одно окно браузера и в нем уже начинаете отвечать на вопросы все инструкции относительно того как играть на какой сайт заходить есть здесь в описании под этим видео также я расскажу о них перед началом нашей викторины поэтому присоединяйтесь пишите наши комментарии в живом чате ютуба давайте общаться ну и я сейчас постараюсь сам открыть ссылку по которой эти комментарии ваши можно посмотреть возможно написали уже что-то для меня кстати говоря интересно если те кто уже играл с нами поскольку мы не первый раз встречаемся в онлайне проводим не первую игру и возможно кто-то уже участвовал в ней так что вы пишете да кстати у нас уже запущен на ютубе вопрос готовлю показать свои знания вот я тоже пожалуй проголосую красноярск москва видно и слышно отлично плюсики в чате здорово рад за то что вы активны вот призываем вас к максимальной активности еще раз говорю о том что можно отправлять эту ссылку вашим друзьям вот одноклассникам просто соседом соседям по лестничной клетке чтобы все вместе в такой большой дружной команде сыграть а можем например если кто-то из ваших друзей находится рядом призвать его подойти поближе к экрану монитора и вместе вдвоем отвечать на вопрос правда не знаю как вы в случае будете делить подарок на думаю с этим мы обязательно до разберемся 10 мы готовы к старту 9 8 7 6 5 4 где-то мы потеряли по пути одного человека дружище возвращайся к нам вот 3 о он вернулся 2 и еще один человек которого не было все 37 игроков по-прежнему с нами давайте давайте друзья будем на чего даже 39 вас стало больше вот она вот она удача значит так 40 так и должно было быть 41 во-во-во-во все-все а остановитесь откуда постала настолько много все я запускаю нашу игру 380 52 74 этот код будет виден внизу внизу игры все время на все протяжении если кто-то захочет присоединиться в процессе то как говорится милости просим и так наша сегодняшняя игра первый вопрос он не оценивается как я и говорил это опрос и он такой прием прием как нас слышно вот отлично красный вариант ответа супер синий вариант ответа хорошо желтый вариант ответа и что здесь происходит это зеленый вариант ответа понятно что здесь баллов не дают вот здесь можно наверное не спешить со скоростью но тем не менее выберите один из ответов и поймете соответственно каким образом здесь вот можно орудовать как отвечать ну и как быть максимально быстрым шустрым в ответе чтобы получить максимальное количество баллов и надо сказать что ответ считается сделанным мы и будем переходить к следующему вопросу в двух случаях либо ответят все игроки вот и автоматически перейдем следующий вопрос либо выйдет время вот сейчас смотрю что ответила 40 человек возможно 40 команд я считаю что вы какими-то небольшими объединениями может быть с родителями до участвовать и в нашей викторине вот буквально несколько секунд остается и мы посмотрим как распределились голоса статистика в данном но мы взяли очень простом таком вопросе и так 31 человек считает что отлично нас слышно и видно 7 человек считает что супер три человека хорошо вот и один человек такие всегда бывают по статистике спросил а что здесь происходит здесь происходит игра вы идеально справились с интерфейсом поэтому я желаю всем удачи вот напоминаю что нас три раунда игры и мы дружно все вместе переходим к первому раунду итак вопрос первого раунда на какое максимальное расстояние можно передавать сообщение с помощью семафорной азбуки при ясной погоде предлагает 4 варианта ответа 100 метров один километр два с половиной мили две с половиной мили просите и 10 миль пожалуйста выбирайте тот вариант который вам кажется наиболее правильным наиболее уместным он здесь кстати один напомню в каждом ответьте у нас один правильный вариант я буду наверное вот между вопросами до то время когда вы думаете отвечаете брать небольшую паузу поменьше болтать говорить в эфире чтобы не отвлекать вас чтобы у вас была возможность совещаться да если вы с кем-то ну и давайте будем честны мы не используем угол не используем интернет будем играть только с помощью своих знаний договорились так это был первый вопрос большинство из вас 17 человек дали правильный ответ 2 с половиной миль моряки расстояние традиционно измеряют в милях поэтому километры метр здесь ну не подходят мили морские при хорошей видимости сигналы семафора можно принимать невооруженным глазом расстояние до полутора миль а с использованием оптических приборов до двух с половиной миль скорость передачи сообщений может достигать 100 110 знаков в минуту но в зависимости от умений обратите внимание что на иллюстрации 33 буквы эта иллюстрация которая вот была до на но позиции флажков для некоторых из них идентичны например одинаково кодируется буква и и буква и кратко также мягкие твердый знак таким образом освобождались положения для служебных знаков ну и в жизни до многие из нас тоже например и кратко пишут одинаково да и с твердым мягким знаком тоже знаете ли закорючку не всегда видно ну что первая статистика некит или никит скорее всего на первом месте девятьсот тридцать один балл молниеносный ответ вот эта пятерка лидеров я уверен она постоянно будет меняться но вот такую небольшую статистику будем с вами наблюдать итак вопрос ранее предупреждение об авианалетах на блокадный ленинград достигалось путем визуального наблюдения первый вариант ответа звуковой разведки контроля у кого диапазона либо радиолокационного наблюдения пожалуйста выбирайте один из вариантов итак с ответами вот слишком долго не тяните в течение 40 45 секунд они принимаются вот так распределились голоса вариант ответа правильный это желтый вариант и почему-то лишь три человека дальном правильный ответ контроля у кабы диапазон вот на фотографии был представлен мужчина это клавд иванович дроздов легендарный инженер он одним из первых начал отслеживать переговоры немцев в ультра коротковолновом диапазоне наши ради разведчики установили признаки того что вражеские самолеты готовятся к взлету по характеру радиообмена определяли число машин группе а также тип боевых машин благодаря всему удалось достичь дальности обнаружения соперника 150 190 километров а это давало запас времени в 25-30 минут чтобы приготовиться радиолокация вот вариант 4 в тот период еще только-только зарождалась начиналась и в ленинграде не использовалась для этих задач хотя большинство из вас почему-то выбрала звуковую разведку ну как мне кажется да если слышен самолет то уже поздно предпринимать какие-то действия это значит очень 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 близко вот петр м переместился на первую строчку но это ничего это лишь начало нашей игры едем дальше какое расстояние от телефонной линии считалось опасным 10 метров 600 метров 5 километров либо 100 километров включайте я напомню да что у нас каждом ответе лишь один правильный вариант но здесь наверно и два быть не могут вариант уж больно разные да но в других вопросах будут такие знаете может быть близкие да по смыслу по значению ответа нужно будет выбрать только один я на этом еще раз заостряю внимание и так верный ответ 600 метров 14 человек дали нам правильный ответ конечно же расстояние в 10 метров это слишком мало на охранной линии легко могла обнаружить противника или оборудование для прослушки так близко с другой стороны 5 километров и тем более 100 километров это уж слишком много много чтобы хоть что-то подслушать а вот на расстоянии 600 метров и ближе это тоже кстати говоря немало противника и его оборудование нельзя было подпускать к телефонной линии это важно в секретном документе который вы видите указана даже вероятная максимальная дальнобойность оборудования врага это три километра хотя в реальность то было конечно же ну недопустимо недостижим так мы переходим к следующему вопросу но сперва небольшая статистика некит вернулся на первую строчку молодец далее вопрос что изображено на фотографии теперь обратите на нее внимание точно аппарат ст-35 аппарат бодом аппарат морзе либо ключ морзе пожалуйста а а а а и и вы Так, считанные, считанные секунды остаются, пожалуйста, отвечайте оперативнее, чуть быстрее, если, если вы не знаете правильного ответа, ну, плюс, наверное, нашей игры в том, что есть четыре варианта, и можно просто когда-то выбрав один из четырех, также попасть в правильный ответ. Желтый вариант, аппарат Морзе. На фотографии вы могли заметить, что через аппарат проходит лента, и буквам на ней взяться, ну, просто неоткуда, на ней могли размещаться только точки и тире, морзянка, значит, это аппарат Морзе. Мы переходим к следующему вопросу. Петр М. с Никитом у нас соревнуются, но у всех есть шансы, поверьте. Что изображено на этой фотографии, наш следующий вопрос, варианты. Ручной коммутатор, радиостанция, телетайп, либо АТС. Ручной коммутатор, радиостанция, телетайп, либо АТС. Ручной коммутатор, радиостанция, телетайп, либо АТС. Вы разглядели табличку, которая была на коммутаторе сверху, помни, противник подслушивает. Бдительность военное время должна была быть на высоте, ее сохраняли все, в том числе и те, кому довелось работать за ручным коммутатора. Мы переходим к следующему вопросу. С. Артем М. Вот, пожалуйста, на первой строчке. Вопрос такой. Сколько клавиш было под руками у оператора телеграфа Бодо? Соответственно, 2 плюс 3, 5. 1 плюс 4, 5. 4 плюс 6, 10. 5 плюс 5, 10. Я скажу о том, что Великое Отечественное продолжали использовать аппарат системы Морзо. Они записывали передаваемые сообщения на бумажной ленте в виде коротких и длинных полосок. Были и буквы, печатающие аппараты, про которые как раз сейчас вопрос. Оператор телеграфа набирал буквы двумя руками на клавишах, которые очень напоминали рояльные. А сколько всего клавиши, вот ваша задача сейчас угадать в распоряжении нашего музыканта. Клавиши были сгруппированы. 2 плюс 3 клавиши, 5. 1 плюс 4, 5. 4 плюс 6, 10. И 5 плюс 5, 10. Пожалуйста, определяйтесь. Ну что, со временем изобретения телеграфа символы сообщения представлялись 5-битными комбинациями, которые дают 32 варианта. Это вполне достаточно для алфавита и служебных знаков. При этом алфавит мог быть сокращен. Да, про это мы с вами уже говорили. Похожий принцип был в семафорной азбуке где-то в начале нашей игры. Итак, смотрим. Даниил вырывается на первое место. Если вы даете несколько верх ответов к ряду, да, это дает вам дополнительные баллы. Поэтому старайтесь, старайтесь не ошибаться. Мы переходим к следующему вопросу. В каких способах связи в 1940-е годы можно было бы применять этот шифр? Шифр на вашем экране, посмотрите на него. Телефонный, буквопечатающий телеграф, факс, либо телеграф Морзе. Кстати, в одном из дозитивных рассказов Артура Конандулла упоминался шифр «пляшущие человечки». Да, их вы видите на иллюстрации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, вы знаете правильный ответ. Как ни странно, это факс. 10 человек знали, ну, либо догадались, либо просто угадали. Ну, давайте разберемся в этой ситуации. По телефону диктовать расположение рук и ног у фигурок, ну, просто непрактично. Согласитесь. Неудобно делать это и в тексте телеграфа. Получается, что для отправки этих символов необходимо уметь передавать изображение. Первый фото-телеграф был изобретен еще в 1843 году. Но массовые его стали применять только 100 лет спустя. Опытные образцы фото-телеграфов создавались с конца 20-х годов, а самостоятельная отечественная разработка промышленно производилась с 1936 года. К началу 40-х годов действовало уже более 20 направлений такой связи между Москвой и крупными городами Советского Союза. Так что факс, а это сокращение от факсимильная связь, вполне мог пригодиться для отправки этих пляшущих человечков. Ну, а офисный факс, который мы представляем себе, когда слышим это слово, появился спустя четверть века в 1964 году. Хотя сейчас, да, как мне кажется, факсы тоже исчезают из офиса за ненадобностью. Итак, переходим к следующему вопросу. Это последний вопрос первого тура. Вопрос такой. Как передавали слова иероглифы на китайском языке по телеграфу? Транслитерацией в пинь-инь, латиницу, переводом на английский, а парами латинских букв, либо группами по четыре цифры. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Верный ответ. Группами по четыре цифры от 21 человек был прав. Давайте вот разберемся. Пару латинских букв позволяют закодировать не более тысячи символов, если по две буквы. А для деловой переписки на китайском, как принято считать, достаточно 10 тысяч слов. Таким образом, группами по четыре цифры вполне можно закодировать иероглифы из соответствующего словарика, который, собственно говоря, и использовался. Вот. Поэтому правильный ответ. Группами по четыре цифры. Парами просто бы не хватило вот таких сочетаний. Ну что, это был у нас раунд под номером один. Давайте посмотрим на его промежуточные итоги. Евгений М, А, Сережа К, Егор, Елена М. Но опять же, это лишь промежуточный результат. У нас впереди два раунда игры. И прямо сейчас, под ваши бурные аплодисменты, которых я не услышу, но услышите вы, мы переходим ко второму раунду нашей игры. Итак, вопрос. День криптографа или шифровальшка отмечается 5 мая. Я думаю, вы это знаете. А события какого года легли в основу этой даты? 1801 года, 1861 года, 1921 года, либо 1945 года. Продолжение следует... Еще и еще раз напоминаю о том, что важна скорость ваших ответов. Чем быстрее отвечаете вы, тем больше баллов получаете. Но опять же, максимально спешить не стоит. Можно просто потерять все, соответственно, баллы. Ну что, разумеется, это 1921 год. И в этом году прошло немало мероприятий, посвященных столетию криптографической службы Российской Федерации. Среди них и конкурс проектов школьников «Шифры Победы», к которому можно присоединиться и прямо сейчас на сайте музейкриптографии.рф. Музейкриптографии.рф Набирайте слитно, без пробела, адрес кириллица и попадайте на этот сайт, если вы вдруг про него еще не знаете. А мы готовы перейти дальше к следующему вопросу. Итак, вот он. Какой из вузов дал самое значительное пополнение в криптографической службе в годы Великой Отечественной? Варианты вузов? МГУ, МВТУ, МЭИ, либо МИФИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Время, отведенное на вопрос пролетело. В те годы больше всего кадров криптографической службе дал Московский государственный университет имени Ломоносова и, прежде всего, механико-математический факультет. Но и другие вузы, конечно, тоже сделали большой вклад. Так, выпускниками МЭИ были Владимир Александрович Котельников и его коллеги, которые создали знаменитую аппаратуру засекречивания телефонных переговоров, которая обеспечила надежную, главное, защищенную связь армейского командования со ставкой. Вот такими геройскими просто суперподвигами, которые помогли нашей стране в войне, отмечены студенты вуза. Хорошо, давайте взглянем на промежуточную статистику, кто у нас вырывается в лидеры. Елена М. На втором месте просто человек под ником А, ну, либо Эй. Давайте двигаться дальше. Следующий вопрос. Какую долю от общего числа японских шифров сообщений удалось прочитать советским криптографам? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, варианты ответа, да, я повторю, 100% почти, около 75, около 25 и менее 10%. Отогли о памятиמтора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Итак, время на вопрос отведенное вышло. Правильный ответ около 75%. Большая часть из вас, ну как раз, наверное, около 75%, хотя чуть меньше, дали правильный ответ. Меньше-меньше, меньше половины. Итак, давайте разбираться. Япония имела разветвленные сети шифросвязи. В них применялись различные по своему построению и стойкости системы. Всего за годы войны было перехвачено 132 113 телеграмм. Из них было дешифровано 97 446, то есть около 75%. Вот какая точность. Движемся дальше. С.Артем М. вырвался в лидеры. Поздравляем его. И вопрос такой. А как руководство СССР использовало результаты вскрытия шифрованной переписки Японии? Усилило дальневосточную группировку? Объявило войну Японии? Арестовало несколько японских шпионов? Либо укрепило группировку под Москвой? Вот вам четыре варианта к размышлению. Продолжение следует. Из шифрованной переписки стало достоверно известно соотношение сил, при котором Япония не нападет на Советский Союз. Это определило число дивизий дальневосточного округа, которое стало возможным перебросить в центральную часть страны. В результате выверенной перегруппировки войск удалось не только укрепить оборону, но и 5 декабря 1941 года перейти в масштабное контрнаступление под Москвой. Поздравляю тех, кто выбрал четвертый вариант ответа. Таких было 12 человек. Так, движемся дальше. Переходим к следующему вопросу нашей векторины. Внимание! Последние дешифрованные японские сообщения после капитуляции Японии содержали информацию о... В зарытых кладах, местах затопления своих кораблей, подписании капитуляции, либо местонахождении императора. Такие разные варианты выбирайте верный. Продолжение следует... Да, правильный ответ выбрало 13 человек о местах затопления своих кораблей. Вот, что было, безусловно, важной информацией, которую перехватили наши специалисты. Давайте взглянем на статистику. Вот здесь у нас Артем М. И следующий вопрос викторины. Как грамотный криптограф называет преобразование зашифрованного текста в исходный открытый текст? Декодирование, внимание, расшифрование, перешифрование, дешифрация. Вроде бы близкие слова, но все-таки как грамотный криптограф называет преобразование зашифрованного текста в исходный открытый текст? Четыре варианта на ваших экранах. Ну что, здесь вы справились быстрее отведенного времени. Запомните, правильный ответ. Именно расшифрование. Если будете использовать какое-то другое слово, то выдайте себя как самоучку. Во всяком случае, об этом говорит словарь криптографических терминов. Именно такой термин необходимо использовать профессионалам, в коеме, я уверен, будете являться, либо уже являетесь вы. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Все эти методы действительно использовались во время Великой Отечественной войны. Примеры их применения в большом количестве содержатся в интернет-архиве «Память народа» и ввесены в базу данных конкурса «Шифры Победы» усилиями школьников и их преподавателей. За что вам отдельное спасибо. Мы сейчас посмотрим статистику. Будем переходить к финальному вопросу нашего второго тура. Но прежде чем я этот вопрос задам и прежде чем покажу картинку для этого вопроса, я скажу вот о чем. Вам нужно внимательно будет посмотреть на иллюстрацию. Она сейчас будет представлена во весь экран. Не спешите. Рассмотрите внимательно и бдительно. И ответьте на вопрос. Какая последняя буква у позывного отправителя? Я сейчас покажу иллюстрацию и назову варианты ответа соответствующие цветам. А у вас будет возможность выбрать. Ну что, давайте смотреть и переходить к этому вопросу. Какая последняя буква у позывного отправителя? Вот картинка, которую вам необходимо разглядеть. А красный ответ. Т синий вариант ответа. У желтый вариант ответа. И Н зеленый вариант ответа. Красный вариант ответа. А синий Т. Желтый У. Зеленый Н. Ну и финальный раз. Красный А. Синий Т. Желтый У. Зеленый Н. Сложный вопрос, но тем не менее все справились. Все ответили. И как понимаете, верный ответ здесь буква Т. На фотографии, вот в верхней строке, отправитель указан в другом падеже. И с опечаткой. Из Динамета. А подпись Динамит в конце текста сообщение подтверждает наше предположение. Любопытно, вот очень, что некоторым участникам конкурса шифры победы само понятие позывной оказалось неизвестным. Вот, однако, потом все и во всем разобрались. Давайте взглянем на промежуточные итоги. Напомню, у нас завершился второй раунд нашей игры. Итак, где же, где же результаты? Вот, вы их видите. А сейчас, с поздравлениями Артема и всей пятерки, мы будем двигаться дальше. Не расстраивайтесь, впереди еще огромный раунд и весь расклад может измениться. Так, ну что, третий раунд игры и очередной вопрос. Как называется наиболее подходящая для устройства ОК2 система координат? Вот, взгляните на рисунок внимательно. Перед вами чертеж этого устройства для кодирования карты. Возможно, кто-то из вас уже это устройство видел или даже пользовался. Вот и ответьте на вопрос, какая система координат лучше всего подходит для подобного устройства. Декартово, Эйлерово, Полярное, либо Экваториальное. Четыре варианта ответа. Декартово, Эйлерово, Полярное, Экваториальное. Ну что, угол направления и расстояние от начала координат позволяют однозначно определить точку на плоскости, то есть на карте. А так что лучше всего использовать полярную систему координат. При этом для кодирования карт широко применялась и декартовая система координат. Но для данного устройства ОК2 верным будет ответ Полярное. Именно этот ответ нужно было дать нам. Желтый вариант, 16 человек с этим вопросом справились. Переходим к следующему вопросу нашей игры. Он на ваших экранах. Итак, вопрос такой. Кто осуществлял кодирование карты? Каждый штаб, вышестоящий штаб, телеграфист, либо типография. Пожалуйста, один из вариантов выбирайте. Продолжение следует... Почти все ответили. Надо признаться, что сегодня вы отвечаете достаточно оперативно, быстро, динамично. Это значит, что многие из вас подготовились к игре и обладать знаниями, необходимыми для того, чтобы ее успешно пройти, справиться с всеми вопросами нашей викторины. Правильный ответ — это синий вариант, вышестоящий штаб. Наряду с ОК2 из распространенных способов кодирования карты была замена нумерацией квадратов километровой сетки. Это вы могли видеть на фотокопии одной из таких карт. При печати в типографии на карту наносилась исходная нумерация, а вышестоящий штаб определял замену для каждой конкретной операции и сообщал о ней уже в ниже стоящей подразделении. Вот такая логика ответа. Именно такой ответ нужно было дать, чтобы получить заветные баллы. Переходим к следующему вопросу. Андрей, мне кажется, впервые на первой строчке. Поздравляем, лидеры меняются. И это, в принципе, хорошо. Вопрос такой. Правда ли, что во время Великой Отечественной шифровались метеосводки и прогнозы погоды? Да. Нет. Шифровались только метеосводки, шифровались только прогнозы погоды. Казалось бы, простой вопрос, да, но четырьмя вариантами ответа. Субтитры создавал DimaTorzok Время, время на исходе. Здесь ответ однозначно да, и практически все его знали. Вот, действительно, шифрование таких сообщений о метеосводках и прогнозах погоды было очень-очень важно, так как не позволяло врагу использовать данные пунктов метеонаблюдения для построения своих прогнозов. Эта работа велась еще с самого начала Великой Отечественной войны. Смотрим на наших лидеров, Князев, громкая, да, фамилия на первой строчке. Едем дальше. Дата и время при передаче метеоданных обычно направлялись в открытом виде, либо шифровались. Здесь всего два варианта ответа, поэтому, я думаю, вы с этим справитесь, да, ничего сложного нет. Напомню, чем быстрее отвечаете, тем больше баллов оказывается на вашем счету. Да, здесь вероятность правильного ответа 50%, независимо, все знаете вы его или нет. Потом, возможно, кто-то поспешил, дал правильный ответ максимально быстро. А вот метеоданные передавались как можно быстрее, и противник мог просто ориентироваться на дату и время перехвата. То есть, ну, не было смысла, да, на год вперед давать такие прогнозы. Вот, и не прибегать к расшифрованию. Поэтому из экономии времени и здравого смысла, в том числе, эти данные передавались открыто. Я вам сейчас процитирую пункт 4 из инструкции. Он звучит так. Первой группой кодограммы должно стоять время и число открыто, то есть не закодировано. Следующий вопрос. Небольшая статистика. Переходим к нему. Какое число ближе всего к количеству семерок на листе таблицы Урал? Вот, обратите внимание на таблицу, которая применялась для передачи метеоданных. В таблице 8 столбцов, 26 строк и в каждой клетке по 5 цифр. Всего тысяч цифр 1040. Вы вряд ли успеете пересчитать все семерки в этих столбцах, даже если различить их на вашем экране. Но попробуйте догадаться, какое число из предложенных ближе всего к количеству семерок на этом листе. 42, 116, 198, либо 232. Так, напомню, сколько семерок, да? 42, 116, 198, либо 232. Да, время пролетело. Большинство, да, выбрали правильный ответ, 116. Давайте поясним, да, для надежного шифрования требуется появление каждой цифры в таблице с одинаковой вероятностью. Поэтому частота каждой цифры примерно одна десятая. Поэтому наиболее подходящим из всех перечисленных вариантов будет второе. Это 1040 разделить на 10, что равно 104, что близко к 116. Более того, если вглядываться в таблицу, если вы это успели сделать, то можно заметить, что в ней не используется 0. В таком случае 1040 мы можем поделить на 9, а не на 0. Если предположить, что остальные цифры встречаются с равной частотой, то этот же вариант ответа 116 выглядит наиболее правдоподобным. Здесь у нас появляется чистая математика. Князев, да, вырвался опять на свою уже близкую первую строчку. Правда ли, что немецкие фронтовые штабы в 1944 году для шифрования сообщений использовали обычные книги? Истина, ложь. То есть правда, либо наврал я вам сейчас. Да, это правда. Поэтому войскам давались указания при захвате штабов все документы и, разумеется, подобные книги тщательно осматривать. Знал это большинство из вас. Вот и такой расклад голосов. Максимально внимательно сейчас нужно отвечать на все вопросы, поскольку мы близки к финалу нашей игры. Помню, последний вопрос может мощно изменить расположение наших лидеров, поскольку произойдет в два раза больше баллов. И прямо сейчас мы переходим к следующему вопросу. В период обороны Сталинграда сообщения летчиков немецких самолетов-разведчиков шифровались с помощью Энигма, шифровались по книге, передавались на землю открытым текстом, либо не передавались до приземления самолета. Продолжение следует... Ну что, вот он, правильный ответ. Ответ желтого цвета. Вот летчики разведывательных самолетов вряд ли, согласитесь, могли взять набор довольно громоздкий шифровальный аппарат Энигма, да еще и успевать с ним работать. Теперь для шифрования на этом аппарате требовалось целых три человека. Шифровать по книге, не отрываясь от штурвала, тоже было неподручно, я думаю, согласитесь со мной. Все было гораздо проще. На землю шел доклад, прям в прямом эфире, обо всем, что летчик видел, расположение частей, инженерная работа. Наши же слухачи из радиоразведки следили за эфиром и благодаря этому проверяли маскировку наших войск. Ну а также, что перегруппировка сил перед контрнаступлением не была обнаружена. Вот такие вот факты, я думаю, интересные для вас. Еще один вопрос. Использовались ли немецкими войсками радиосвязь в период боев за Кёнигсберг в апреле 1945 года? Да, нет. Использовались ли немецкими войсками радиосвязь в период боев за Кёнигсберг в 1905 году, в апреле? Нет. Время здесь очень мало, данный ответ. Вот на такие вопросы, где есть да-нет, и особо, наверное, думать и дискутировать не о чем. Да, мы отводим немного времени, так что успевайте. Смотрю, большинство уже ответили. Радиосвязь стала недоступна из-за мощных помех в эфире, организованных советскими радиодивизионными ОСНАСС. Командующий гарнизоном на допросе показал, действия радиосредств русских не давали возможности для передачи радиограмм. Это послужило одной из причин моей капитуляции. Подробности этого и других событий операции по штурме Кёнигсберга можно узнать в статье Бориса Владимировича Столпакова «Генеральная репетиция штурма Берлина», которая опубликована в номере 4 за апрель 2019 года журнала «Бизжурнал. Информационная безопасность банков». Статья очень увлекательная, вы не пожалеете, если прочитаете ее, так что ищите журнал, 4 номер за 2019 год. Итак, результаты перед последним вопросом. Князев, Андрей Г, Николай К, Белка, Сирослав. Я достаточно близко расположены результаты. Я думаю, что там дальше за пятерку у многих из вас тоже все очень-очень плотно и рядом. Поэтому не отчаивайтесь и постарайтесь как можно больше баллов заработать в последнем вопросе. Вопрос специфический. Прежде чем мы к нему перейдем, я, наверное, вот что вам скажу. В аппаратуре Соболь-П для шифрования телефонных переговоров использовались так называемые частотно-временные перестановки сигналов. Сейчас у вас будет возможность прослушать 4 звуковых фрагмента и ответить на вопрос, какой из них больше похож на тот, что услышал бы противник в эфире с засекреченным аппаратурой Соболь-П. То есть сейчас будут 4 фрагмента, вы их прослушаете Ну а дальше у вас будет возможность ответить, какой из этих фрагментов Соответственно, первый, второй, третий или четвертый Больше похож на тот, что услышал бы противник в эфире за секречной аппаратурой СОБЛП Дальше я поясню, и мы послушаем правильный ответ Ну что, если вы готовы, сейчас нужно максимально приготовить ваши уши И будем слушать вопрос 4 варианта Итак, пожалуйста 1-0 Соответственно, первый, второй, третий или четвертый Выбирайте один из четырех вариантов Да, мы здесь дали вам чуть больше времени Но с другой стороны, если вы не записали четыре варианта Слушать особо нечего и нужно выбирать Да, первый, второй, третий либо четвертый Еще не все ответили Тема думают, вспоминают Пожалуйста, дождем, ждем ваши ответы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, я предлагаю прослушать правильный ответ Ну что, я предлагаю прослушать правильный ответ, а затем перейти к его комментированию Сложные мозаичные преобразования Правильным верным ответом был вариант 2 Вариант под номером 2 То, что вы в нем услышали, это некая мозаика Результат перестановки разных фрагментов И частот речи, которая в таком виде звучит очень-очень неразборчиво Совсем не похожа на настоящий голос Остальные записи были следующими Первое, это инвертированный спектр Третье, это обычная марзианка А четвертое, вообще фрагменты фильма 17 мгновений весны Третий, четвертый вариант, это совершенно не подходит для передачи речи Они просто не способны обеспечить достаточную скорость передачи информации Ну, вот такой вот вариант ответа Вот, я думаю, вы его услышали И когда услышали правильный ответ, все стало понятно Так обычно и бывает Эх, мне стало понятно Сейчас мы перейдем, друзья, к результатам Мы посмотрим наших победителей Ну, я скажу, что все вы большие молодцы Я сразу, забегая вперед, скажу о том, что победителям нужно сделать принтскрины своих экранов Чтобы мы понимали, что под этими никами скрывались именно вы Поэтому обязательно это сделайте Ну и давайте к статистике нашей игры Итак, подиум, подиум победителей Третье место, Белка Белка, поздравляем вас Одиннадцать четыреста три Одиннадцать восемьсот шестьдесят четыре Николей Николей И первое место Одиннадцать тысяч Девятьсот девяносто девять баллов Смотрите, какое круглое число Это Андрей Г. Андрей Браво Вот, Князев на четвертом месте Ну и на пятом месте Вот, по-моему, был человек под ником А Вы всю статистику потом, наверное, сможете посмотреть Ну а пока что мы поздравляем, друзья, наших победителей Вы большие молодцы Вам браво Это действительно, ну это действительно круто Это знатоки Это наши чемпионы Вот, вы в тройке лучших Вам честь и хвала Мы поздравляем еще раз всю нашу троицу победителей Обязательно, еще раз напомню, сделайте вот скриншот Вот, дальше у нас небольшая статистика Вот, давайте, мы вернемся к нашему подиуму Вот, небольшая статистика игры Вот, делайте скриншот экрана устройства С которого отвечали на вопросы И отправляйте по адресу Игра Собака Далее, ИБ Вот, соответственно Дефисбанк.ру Укажите, пожалуйста, свое имя Настоящее имя Настоящий контактный телефон Мы с вами свяжемся в ближайшее время Чтобы передать награду Вот, обязательно, если вы в числе победителей То не упустите возможность получить ценный подарок Вот, ну, а наша викторина Шифры победы Вот, на этом завершается Вот, мы благодарим еще раз всех вас, наших участников Вот, надеемся, что вам было интересно И не скучно играть и узнавать что-то новое Вот, следите за новостями Я еще раз напомню На сайте музейкриптографии.рф Вот, как слышится, так и пишется Музейкриптографии.рф И страница в соцсети ВКонтакте VK.com Слэш Шипр 1945 Шипр по-английски Латиницей Вот, с вами был я, Дмитрий Казачинский До новых встреч Всем огромное спасибо за участие Вот, приходите Сыграем Я думаю, вам было интересно Нам тоже было интересно придумывать И создавать для вас эту игру Все На сегодня У-ви-ди-мся Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова